Я могу сказать, что это мой праздник. Дедушка у меня погиб на войне, отец всю жизнь служил в армии. И у нас было принято третий тост выпивать, молча, стойничок, а если поминать своих лучших, как героев, прежде всего. И, наверное, вот эта страна живет вместе во многом, потому что мы вместе воевали против одного врага. Ну и я хочу спеть несколько песен, которые были написаны в разное время по поводу нашей с вами общей гордости. Да, еще одна вещь, которую я хочу с вами поделиться, мне нравится рассказывать новые мысли свои, собственно, моим товарищам. Я в этом году, в прошлом году ездил, в очередной раз ездил под город Ржев, где пацаны, школьники копают павших наших дедушек и бабушек. Они за сезон выкопали 1040 человек за два месяца, у которых 38 жетонов было и всего 10 жетонов прочитали. Я подумал, что, наверное, знаете, мы с вами не имеем права жить плохо, потому что вот эти люди, которые там лежат сейчас, за что они там погибли? Неужели за то, чтобы у нас там были какие-то кризисы, чтобы мы жили в грязных подъездах, чтобы у нас были неметенные улицы, чтобы у нас было в душе что-то такое? Надо просто хотя бы из чувства обычной человеческой обязанности перед своими родственниками, которые, зачем они это все делали? Просто чтобы стать удобрением, чтобы землей стать? Нет, я думаю, что не до этого. Я думаю, все-таки не надо искать никаких особенных, никаких высших смыслов в этом. Это наша с вами жизнь, это наша с вами гордость и, я очень много говорю, извините, ополчение 41-го года, Москва, осень, 16 октября, всеобщая паника, потому что всю жизнь Красная Армия всех сильней, всех японцев, финнов и всех остальных на лопатки положили, а тут прошло 4 месяца, и за 4 месяца вся Красная Армия попала в плен или была разбита. И под Москвой началась операция тайфун, и ничего с этими немцами сделать нельзя, сколько туда войско техники не бросают, все это перемалывается и продолжает наступление на Запад. И вот 41-й год, октябрь месяц, когда все уже были готовы уехать, и в это время произошло чудо, что немцев остановили. И они попятились, попятились назад. ПЕСНЯ 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 Я пытаюсь придерживаться тех песен, которые вы попросили написать. Еще одна такая песня, которая мне стоила очень много жизни, на самом деле. Я очень много о ней думал, работал. Это песня про танк Т-34. Когда вот этот танк, его создавали как лучший танк всех времен и народов, чтобы он был лучший и дешевый. Это сделать, сами понимаете, очень трудно, практически невозможно. Но вот это получилось. И танк стал символом таким. Вообще любая техника вот такого уровня, которая делается... Я читал книжку о самолете Ил-2, и там написано, что броня, которая защищает экипаж и двигатель, она сделана была гениально, без всяких компьютеров, без всяких вычислительных средств. Люди просто по наитию сделали так, что она была и легкая, и держала снаряды немецкие, и защищала, и летела хорошо. И ее было ровно столько, сколько нужно, ни больше, ни меньше. Да, и вот Т-34 это тоже такое, знаете, создание российского гения, я бы сказал, русского гения. Здесь не важно название, национальность и важна, так сказать, культура. Вот очень маленькое заброневое пространство, дизель, который работал на солярке, вот, и, ну, было масса недостатков у него, маленькое место для того, чтобы работали люди. Но как только немцы с ним столкнулись, то сразу же, значит, Гудериан в приказном порядке практически сказал, что надо этот танк начать серийно производить Германию, чтобы с ним воевать нормально. Вот, и вот, то есть его делали, перед войной главный конструктор танка Кошкин совершил пробег на нем в Москву, заболел и умер. То есть душа человеческая пошла, ушла в танк. Танк делали, значит, делали на заводе в Нижнем Тадиле, где не было еще крыши, не было стены, а станки уже стояли, к ним был подведен ток, и точили детали, жены, женщины, дети, вот. Вот, делали его, собирали деньги на него все, в том числе, например, генерал Багромян, вот еще был не маршалом, а генералом, он сдал деньги на два танка, свою зарплату сдавал. Вот, и, ну, и после войны в танк, танк стал основным, как бы, памятником подвигу советского народа. Вот, и, слава богу, сохранилось очень много этих машин, благодаря именно тому, что их ставили на постамент, и он там сохранялся. В отличие, допустим, от строя, сделали их, да, сделали больше всего в мире эти танков, 52 тысячи штук, вот, а самолет Ил-2, например, который было выпущено, 42 тысячи штук, вообще не сохранялся, потому что их делали из фанеры, представляете, да? То есть корпус, вот это корыто броневое, железное, а задница, значит, вся из фанеры. Поэтому, когда кончилась война, их было там десятки тысяч штук, но они стали гнить, плесневеть, поэтому их просто разрезали и утилизировали. И поэтому сейчас их практически не осталось. Точно так же, как истребители наши замечательные, Як-3, там, вот, как этот самый Лавочкин тоже самое делали. Мотор металлический, а корпус из дерева. Ну, ладно, Т-34. Это мысли сверкающих ввысь О победе в любой войне И металлом одетый смысл Что на свете мы всех сильней Это правило, где лежит Гениальная простота И конструктора главного жизни Перешедшая в этот танк Это холод гулких цехов И под небом пустым станки Дети с бабами у станков На войне давно мужики И бумага последних рублей Припасенных на черный день И колец обручальных блеск Снятых тысячами людей И в наушниках заводи И прорвать оборону приказ Ну, родимый, не подведи И до самого пола газ И болванки в башню удар И застывший радистов взгляд И фанерная в поле звезда И сто грамм за погибших ребят И проломленная броня Всех немецких зверей стальных И Москва в золотых огнях Под победным небом страны Это щит наш, и это меч Это наша прямая речь Средство выжить народом моим В этом бешеном мире Это скорость и сила огня Это люди сильнее, чем броня Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Это ржи золотой посев На холмах боевых полей Это памятник у шоссе С одинокой гвоздикой в стволе Это путь идущих вперед Молодых и сильных машин Что начало свое берет Из твоей славянской души Это щит наш, и это меч Это наша прямая речь Средство выжить народом моим В этом бешеном мире Это скорость и сила огня Это люди сильнее, чем броня Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Т-34 Это слава моей страны Т-34 Т-34 Ну знаете, песня такая пафосная Я немножко не очень люблю Громкие и пафосные песни Мне больше нравится То, что вот Обычное Мне больше нравится Капитан Тушин Чем Пьер Безухов Вот И вот Потому что Капитан Тушин Это как раз то, что составляет Главное содержание Любой победы Вот Это вот Люди, которых Награждали в самую последнюю очередь О которых вспоминали Может быть А может быть и не вспоминали Которые не лезли в первые ряды Которые считали, что я живу И слава Богу Вот И вот Такая песня Танкиста называется Я ее люблю больше, чем Т-34 А в люк втекает воздуха вино И бьется синим жилка у виска Давай-ка, брат, покурим по одной И вдаль поедем смет свою искать Давай-ка, брат, покурим по одной И вдаль поедем смет свою искать Послушаем кузнечиков в траве Оркестр их военно-полевой Пусть погуляет ветер в голове Пока ты целый, трезвый и живой Пусть погуляет ветер в голове Пока еще ты целый и живой А впереди неведомая даль В которой растворится твоя жизнь Тридцать четверти Лучшая деталь Танкиста прокопченый организм Тридцать четверти Главная деталь Танкиста прокопченый организм А если уж не обойтись без слов Давайте скажем правду о войне Нам с немцами пускай не повезло Им с нами не везет еще сильней Нам с немцами пускай не повезло Им с нами не везет еще сильней И машут вслед зеленые вершины И на реке шатается вода Да ты не трусь, железная машина Тебя в обиду экипаж не даст Да ты не трусь, зеленая машина Тебя в обиду экипаж не даст Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...